Благодаря грантовой программе «Твой проект» в этом году благоустроили несколько пространств Владивостока. Например, вот таким был кратчайший маршрут в школе номер 60. Высокая трава, мусор, остатки металлических гаражей. Народная тропа давно требовала благоустройства, поэтому жители микрорайона решили проявить активность. Они разработали проект, подали заявку и стали одними из победителей. Около Давыдова 30 сделали лестницу, а от нее до улицы Русска 53А уложили новый тротуар. Я случайно увидела анонс программы «Твой проект», конкурса, и решила в него подать. Мне помогла мама из школы 60, из родительского комитета, составила смету, и после этого мы подали документы. В этом году проект реализовали. То есть я, если честно, ожидала, что будет просто реально тропинка, и проект назывался «Тропинка в школу 60». Но оказалось, что на те деньги, что нам выделяли, можно построить очень хороший широкий тротуар, двухрядная лестница, ограждение металлическое. Теперь школьники ходят в школу безопасной дорогой, а жители данного микрорайона добираются до улицы Русской, так скажем, не ломая себе ноги. Данный проект, который всем миром поддерживался, мы собирали голоса буквально со всего района, то есть просили людей помочь, потому что он действительно важен. В школу ходят очень много людей, и ходят дети из лесного квартала, из Давыдова. «Твой проект» – программа относительно молодая, но уже хорошо себя зарекомендовала. У людей есть уникальная возможность заявить о себе и предложить различные проекты. Не только благоустройство, установка спортивных и детских площадок, но и, например, это может быть обустройство пешеходных дорожек, ремонт лестниц, установка освещения. В прошлом году у нас было пять победителей, эти проекты были реализованы в этом году. Одним из таких проектов у нас стало обустройство пешеходной дорожки в районе Давыдова, 30, то есть это ремонт лестницы и благоустройство прилегающей территории. Вообще у нас подобных проектов было два, то есть также мы еще на Черняховского, 21, также сделали лестницу и прилегающую территорию. Ну и также у нас были проекты, это установка спортивных площадок на Переговой и в Трудовом и установка детской площадки на Сафонова, 14. Также, по словам начальника отдела городской среды, очень важно, что люди не просто подают заявки, а они заявляют о себе. И муниципалитет обращает внимание на те вопросы, которые беспокоят жителей. Даже если эти проекты не выигрывают, то они привлекают внимание администрации города и в случае дополнительного финансирования есть возможность их реализовать. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.